К новостям нашего региона. В Павлодаре 49 многоэтажек возведены с нарушением закона в сфере архитектуры и градостроительства. Эти и другие факты были обнародованы на заседании областного общественного совета. Смотрим далее. Анализ антикоррупционных рисков показал, что незаконно изменяется целевое назначение земельных участков для строительства многоэтажных жилых домов. Не исполняются основные требования о соблюдении интересов населения города, о проведении публичных слушаний, информирования, так как требует его статья 13 закона об архитектуре и градостроительстве. Решение о точечных застройках принимается в кулаком режиме. Не исполняется требование о запрете в выдаче разрешения документов в отсутствии полонадетальной планировки. Те самым игнорируется не только указанное законодательство, но и требуется требование помощного органа комитета по делам строительства. Игнорируется требование генерального плана города. Плотность застройки в ряде районов Палладара превышена минимум в три раза. Есть и другие серьезные нарушения. Допускается намеренное снижение категории сложности объекта, как это произошло при строительстве аквапарка. Что позволило застройщику вместо государственной экспертизы получить частное. Решение проблемы точечных застройок без плана детальной планировки уже невозможно затягивать. Тем более такие застройки по сути дела незаконны и могут, да и порождают недовольство горожан. Мы проверку провели свою, как общественное объединение. Мы сделали свой анализ по точечным застройкам, по незаконным застройкам. Сделали свой анализ по городу и письмо мы направили в канцелярию премьер-министра. Ну, соответственно, с канцелярии премьер-министра мы получили ответ, что выехала комиссия с Министерства индустрии. Вот, комиссия приехала, проверила, наши факты подтвердились, получили мы ответ. Сейчас вот идут, выписали предписания, да, отделу архитектуры и строительства. Остается вопрос, что делать с домами, которые уже возведены вопреки закону? В наших нормативно-правовых актах, так скажем, есть свои такие недочеты, да, что дает многим вот таким недобросовестным предпринимателям воспользоваться такими моментами и делать свое дело, строить незаконные застройки. Вот это чревато последствиями и для тех людей, которые покупают эти квартиры, да, потому что нет никакой гарантии. Вот поэтому, я думаю, в этом отношении надо ужесточить закон. Если человек построил дом незаконно, то он должен подлежать сносу. Вот тогда мы можем остановить точные застройки. Одно из предложений, прозвучавших на общественном совете, возродить градостроительный совет. Возможно, это позволит снизить коррупционные риски. Мурат Ибелмажит, Юрий Белевский, Иртас Ахпарат.